Давайте жить дружно. С этого года в регионе активно начали работу комнаты примирения. Явление это новое. Впервые проект стартовал в Самаре в 2016-м, а в этом году к нему смогли присоединиться еще три региона, в том числе и наш. Впервые медиаторы встретились с идейным вдохновителем проекта, чтобы обсудить успехи и сложности работы. В Ивановской области только начинает развиваться, это сейчас только старт. Итоги по Ивановской области будем подводить где-то в конце августа, в сентябре. Я думаю, что у Ивановской области тоже хороший результат будет. В этом году проект идет по трем городам. В прошлом году это был пилотный в Самаре, сейчас это Челябинск, Иваново, Санкт-Петербург. Проект «Миру быть» медиация как способ урегулирования семейных конфликтов в Ивановской области стал победителем в конкурсе движения «Гражданское достоинство» и получил грант на реализацию. Именно благодаря этим средствам в феврале и марте открылись первые комнаты примирения. Грант президентский, где-то порядка двух миллионов рублей. Из них в том числе порядка 600 тысяч – это деньги, которые выделяют профсоюзные организации Ивановской области. Если мы сохраним хотя бы одну семью, это уже эффект. А если несколько семей, где ребенок будет жить в семье, это будет вообще прекрасный эффект. Сейчас комнаты примирения открыты в Иванове, Вичуге, Кинишме, Пуче, Житейкове, Шуе и Родниках. Профессиональные медиаторы, то есть конфликтологи, прошедшие специальную подготовку, помогают враждующим сторонам разобраться в проблеме. Все строго конфиденциально. Мы помогаем сторонам договориться. И медиация – это альтернативный способ, альтернативный чему? Судебному разбирательству, альтернативный способ разрешения споров. Медиации, процедуры, либо консультации мы проводим бесплатно в рамках этого проекта. Пока, чтобы попасть на прием, требуется направление на процедуру от органов ЗАГСа, соцзащиты, комиссии по делам несовершеннолетних, школ, судов. Специалисты помогают решить вопросы раздела имущества супругов, определения места жительства детей и порядка общения с другим родителем. Разбираются в школьных конфликтах. Вообще медиатор как посредник. Он прежде всего выступает организатором переговоров. Он помогает настолько правильно, профессионально и тонко организовать переговорный процесс, чтобы стороны пришли к решению сами, чтобы стороны озвучили то, что они хотят, и, конечно, исполнили это решение. Предполагается, что в следующем году к проекту смогут подключиться еще 10 городов. А пока перед медиаторами региона стоит задача стандартизировать работу, чтобы все комнаты примирения в стране могли работать по единой схеме. И большее количество людей жили без ссор и взаимных обид. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.